В августе 2020 года из порта города воинской славы Архангельска в Салехард и далее через Хантамансийск в Омск отправится парусная экспедиция. Яхты «Жемчужина» и «Сибирь» пройдут вдоль арктического побережья Архангельской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов с почетной миссией возложения венков в местах гибели кораблей в годы Великой Отечественной войны. Одна из остановок будет сделана на острове Белый в Ямало-Ненецком автономном округе, где находится братская могила военнослужащих арктического конвоя БД-5, вышедшего из Архангельской области и погибшего в 1944 году. Выход в море из Архангельска предполагается осуществить 1-2 августа, в преддверии памятной даты создания Беломорской военной флотилии, входящей в состав Северного флота. Важной составляющей экспедиционного проекта является прохождение круизным плаванием парусных яхт по населенным пунктам Ямало-Ненецкого автономного округа от Харасавея до Салехарда. Исторические морские коммуникации по море и Ямала, пронесшие с гордостью проверку времени от торговли сибирской пушнины в 17 веке до организации на современном этапе взаимодействия логистических поставок грузов в порты Янао для создания высокотехнологических производств по сжижению газа, имеют совместные трагические страницы войны в Арктике, которые важно не только не забывать, но и регулярно освещать. 12 июля в день рыбака глава муниципального образования села Салемал Максим Карелин вручил семье Мазыркиных сертификат на комплект для установки традиционного жилища. Он включает в себя все необходимые материалы для строительства. Новым хозяевам останется только поставить чум и он будет полностью готов к проживанию. Социальная акция «Чум под ключ» впервые родилась в селе Салемал в 2019 году и была направлена на поддержку развития молодых семей, ведущих кочевой образ жизни и не имеющих своего собственного жилья. Акция частично дубнирует государственную программу «Молодая семья», но видоизмененная под условия жителей, проживающих в тундре. Так уже второй год подряд двум молодым семьям вручили сертификаты «Чум под ключ» со всеми необходимыми материалами для строительства своего собственного чума и комфортного проживания в нем. Уже весной начался подбор новой семьи, которая подходила бы под критерии для предоставления «Чум под ключ». Выбор пал на Петра и Наталью Мазыркиных. Они недавно связали себя узами брака и нуждаются в отдельном жилье. Глава семьи работает рыбаком, показывает хорошие результаты в работе. Вместе с женой они воспитывают маленького ребенка. На Ямал вернулись 15 моржей, которые прошлой осенью облюбовали побережье в районе поселка Харасавей. По словам ученых, возможно, самцы пришли первыми, чтобы сформировать лежбище и ждать самок с детенышами. Более тысячи млекопитающих были замечены на берегу Байдорадской губы. Послезавтра туда отправится группа волонтеров, чтобы очистить территорию от мусора. Следом туда прибудут и ученые. Им предстоит наблюдать за формированием самого лежбища и за поведением животных. Также в планах надеть на моржи спутниковые передатчики, чтобы проследить их пути. 31 июля группа ученых уже выдвигается непосредственно на место и фактически весь август месяц они будут находиться в полях, будут изучать. В планах у нас поставить, конечно же, еще им передатчики, метки поставить, чтобы мы потом осенью могли наблюдать, куда это лежбище передвигается и где оно будет уже останавливаться на дальнейшую зимовку. Ежегодно в Ямальском районе приходится сталкиваться с ситуациями, когда бродячие и безнадзорные, но при этом не всегда бездомные собаки, кусают жителей поселка. В основном детей. Такая же ситуация произошла в декабре прошлого года. В поселке Панаевск на улице новая бродячая собака напала на 9-летнюю девочку и сильно покусала ее. Это произошло в седьмом часу вечера, когда ребенок возвращался домой из школы. По итогу школьница получила несколько ран обеих ног, испытала сильный стресс и шок. После происшествия владельцам собаки не было предпринято никаких мер. Собака также продолжала безнадзорно гулять по поселку. вред пользованию совершеннолетней на сумму 30 тысяч рублей.